Друзья мои, всем привет. Есть довольно частый вопрос, который вы задаете, его уже, так сказать, спрашивали много раз. Правда ли о том, что русские, белорусы, украинцы, люди из Казахстана, все вот выходцы из стран республик бывшего Советского Союза, что они зачастую не хотят общаться со своими соотечественниками в стране, я имею в виду в Канаде в данном случае, ну или в Америке, я думаю, что это примерно одно и то же. Правда ли и является ли это на самом деле так? Я бы сказал бы, что и да, и нет, но здесь есть очень много деталей, которые нужно объяснить, прежде чем вы поймете, почему это происходит. Действительно, иногда идешь, вот мы, допустим, скажем, гуляем, идут люди навстречу, и слышно, что они говорят по-русски, или они слышат, что мы говорим по-русски, и, как правило, в этот момент люди затихают, они стараются делать вид, что они не понимают русский язык, и тихонечко проходят мимо, и это бывает довольно часто. Более того, я вам скажу, что иногда мы делаем то же самое, и не торопитесь меня сразу, так сказать, за это упрекать, потому что у людей за границей кажется, ах, вы вот такие русские, да вы не хотите там друг друга признавать, да как вам не стыдно, да это ваша культура и так далее. Прежде чем так огульно обвинять, нужно попытаться хотя бы понять, хотя бы попытаться понять, почему это происходит. Причин для этого на самом деле много. Начну я вот с чего. Дело в том, что когда вы живете в Канаде, в Америке, зачастую для американцев и канадцев мы все являемся русскими, да? То есть, приехал ли ты с Татарстана, приехал ли ты откуда-то, так сказать, с другой части, какой-то этнической части, допустим, России, там, с той же Чечни, допустим, ты для нас канадцы все равно, или для американцев ты все равно русские, понимаете? Зачастую, кстати говоря, русские в этом сами же и помогают. Почему это происходит? Люди иногда с течением времени начинают просто врать. Ну, я вот так это грубо говорю, врать. Но вы сейчас поймете, что происходит. Когда вы, допустим, ну, допустим, скажем, вы с Татарстана и начинаете объяснять Канадцу, где это находится, что это за культура, ему это ни о чем не говорит. И чем больше вы ему это объясняете, тем меньше он это понимает, тем больше он запутывается. И в какой-то момент наши люди из России, из Украины или из Беларуси, они обычно говорят, допустим, если мы говорим про Россию, то они говорят, я там из Москвы или из Московской области. Почему они это делают, хотя они совсем не из Москвы и не из Московской области, потому что так легче. Понимаете? Тебе задают вопрос, и если я тебе буду объяснять, слушай, у нас с тобой это займет 15-12 минут, а на тебе это надо, давай, Лу, давай я тебе скажу, что я из Москвы. И проехали. Next question. Следующий. Понимаете? Это очень такая достаточно... Я часто эту ситуацию вижу и вполне могу понять этих людей. Но что я буду тебе рассказывать вещи, которых ты все равно не понимаешь? Мы потратим с тобой кучу времени, ты все равно ничего не поймешь, поэтому давай я тебе скажу, что я из Москвы, и мы с тобой... И все, и мы двигаемся дальше. Понимаете? Все очень просто. Я это говорю к тому, что когда люди живут за пределами Канады или Соединенных Штатов, я все-таки буду говорить и про США и Канаду, я думаю, что эти процессы примерно повторяются. Мы для вас там, в Украине, в России, в Беларусь, мы для вас все одинаковые мигранты, что опять же не является правдой. Это не так совсем. Во-первых, почему иногда люди сторонятся друг друга и не очень торопятся вступать в контакт? Во-первых, потому что существует целый ряд различных волн эмиграции. Мы когда приехали в страну, это было вот скоро без малого, уже, наверное, почти 20 лет уже будет, здесь еще проходили так называемые русские балы. Мы их иногда в шутку называли белогвардейские балы. Почему? Потому что организатором этих балов были люди, которые являлись детьми или внуками людей, которые уезжали аж в царскую эмиграцию. Дореволюционно, можете себе представить? То есть у этих людей было совершенно другое представление о том, как проводить бал. И эти балы были, кстати говоря, такие, что женщины должны были одевать какие-то очень такие достаточно помпезные платья и так далее и тому подобное. И это совершенно естественно. Например, скажем, я видел в то время, это было лет 15 назад, по телевизору передачу по нашему русскоязычному, где вели интервью с людьми очень такого преклонного возраста. И они рассказывали, насколько они влюблены в Россию, как они ее обожают, как они восхищаются Россией. И потом, по мере того, как они рассказывали, было понятно, что эти люди были рождены за пределами России. Они никогда в России не жили. Так сложилось, что их родители эмигрировали. И она, эта женщина, она, по-моему, была в Югославии рождена, он где-то в другом части мира. И они здесь, в Канаде, уже познакомились. Выяснили, что они люди русские. Таким образом они поженились и прожили всю жизнь в Канаде. Очень много лет. Всю свою жизнь, фактически. И в какой-то момент ведущий программы спросил, а как вам Россия? Когда вы последний раз были в России? После чего они сказали, мы никогда не были в России. И, в общем-то, это вызвало какое-то определенное недоумение. Подождите, вы только что рассказывали о том, что вы восхищаетесь России, вы ее страшно любите, вы обожаете Россию. И при этом вы рассказывали, что вы никогда в России не были. Как это вообще может быть? Мне тогда это показалось очень странным. Но потом, со временем, я понял о том, что эти люди, они выросли с России, которая пришла к ним на устах матери. То есть она им рассказывала о том, что Россия – это какие-то красивые, разноцветные, красочные цыгане с медведями. Это русские в каких-то красных косоворотках, я не знаю. Это может быть какая-то красавица русская в кокошнике. Матрешки, вот такие какие-то вещи. Катание на санях зимой с бубенцами. Понимаете? То есть это ту Россию, которую они себе представили, они ее никогда не видели. Это то, что им нарисовала в их сознании, в их образе их мать или их бабушка, или их отец, допустим. Поэтому со временем мне стало понятно, почему эти люди никогда не были в России. Потому что то, что они видят, допустим, на экранах телевизоров, это совсем не та Россия, которую нарисовала в их памяти мать. Поэтому ехать в Россию, в которой нет там, так сказать, в их понимании там красных косовороток, я не знаю, там, медведей с цыганями и так далее, и тому подобное. Ну, как бы, наверное, понятно, что им там просто нечего делать. Кстати говоря, то же самое. Я видел, как-то мы пошли в церковь русскую. И я увидел мужчину, он был явно канадец, он говорил на чистейшем английском языке. При этом он был одет в красную, такую шелковую, атласную русскую косоворотку, понимаете. И выглядело это довольно странно для нас, потому что он, видимо, рожден был в Канаде. И в какой-то момент единения такого, он считает, что он все-таки в корнями кровью своем русский. И он, видимо, решил, что вот, когда он идет в русскую церковь, он должен какую-то принадлежность показать о том, что он является человеком русским. И в его сознании, видим, по картинкам, он решил, что вот, наверное, так выглядят русские. И для нас это смотрелось немножко забавно. Я не помню, чтобы даже в Советском Союзе кто-то когда-то ходил там в красных косоворотках. Но, как я и говорю, что это, видимо, так, как он себе представляет русского, и он хочет выглядеть, быть похожим на русского, которому его сформировали представления его родителей в детстве, наверное, скорее всего, я так понимаю. Вот я просто пытаюсь вам объяснить, что мы очень разные. Например, мы когда, когда я только приехал в Канаду, я приехал один, меня встречали здесь мои знакомые хорошие, они были в Канаде тоже относительно недавно. И, гуляя по улице, они случайно познакомились с людьми, которые жили в стране уже много-много лет. По-моему, они были украинцы, я не помню уже. И те, значит, обрадовались и сказали, здорово, что вы, наконец, вырвались из лап России, что вы, так сказать, теперь свободные люди, что вы теперь будете счастливы и так далее. Ну, то есть, видимо, у них было такое представление, потому что они уже очень много лет в стране. И люди, которые меня встречали, в данном случае вот мужчина, он, его, видимо, это заело, его как-то это задело. И он вдруг повернулся к мне и сказал, вы знаете, нет, на самом деле все не так. Мы построили социализм в России, в Советском Союзе, мы сделали это очень успешно. И теперь, вот, базируясь на этом успешном опыте, мы приехали строить этот социализм в Канаду. Ну, как вы понимаете, лицо, так сказать, у людей, у тех, которые были в Канаде уже много лет, оно, в общем-то, сразу начало, так сказать, опадать. После чего сразу стало понятно, где люди, по какие стороны баррикад находятся. И, в общем, после чего разговор, конечно, тут же закончился, и мы начали быстро-быстро прощаться для того, чтобы он не перешел уже на какие-то другие, так сказать, ноты, скажем так. Поэтому я просто, я вам рассказываю это к тому, чтобы вы поняли, почему иногда люди осторожничают по отношению друг к другу, потому что, находясь в Канаде, ты не знаешь, с кем ты разговариваешь, ты не знаешь, каких людей этих убеждений, что у них в голове, поэтому люди стараются, ну да, мы русские, как бы, ну хорошо, ну давай, вот ты там идешь своей дорогой, я своей дорогой. То есть люди русские совсем не против общаться с русскими, украинцы не против общаться с украинцами, конечно, и все мы не против общаться друг с другом, когда мы встречаемся где-то в компаниях, где уже есть подобранный коллектив, где люди друг друга знают, мы там друзья знакомы, тогда мы очень охотно общаемся между собой. Вторая причина, почему люди иногда не хотят показывать, что они русские и не бегут как-то сразу на улице, услышав русскую речь, бежать и брататься. Почему это происходит? Понимаете, если вы, допустим, находитесь где-то там на Мальдивских островах, я не знаю где, ну для примера, да, и помимо вас больше русских никого нет, то и вы не понимаете местного языка, вы не понимаете культуры, традиции, то вы, естественно, ищете людей, с которыми вы можете как-то объединиться для того, чтобы вам было как-то легче, наверное, проводить время и так далее. Мы здесь, когда живем в стране уже по многу лет, мы все говорим там, кто-то хуже, кто-то лучше, мы все говорим на английском языке, и у нас нет никакой необходимости общаться только на русском языке. Мы можем общаться с кем угодно, да, поэтому если я иду где-то по какой-то плазе, по торговому центру и слышу, что кто-то говорит по-русски, как бы, ну и что? Ну, русский, да, и что? И что, нам теперь надо бежать через всю плазу, так сказать, и как-то брататься, так сказать, для чего это? То есть в этом нет никакой необходимости. Еще один очень важный момент, по которому люди осторожничают, когда они не знают других людей, не торопятся с ними как-то сразу идти на контакт, это политика. Дело в том, что, например, скажем, для примера, вот, допустим, в России есть такой достаточно, как бы, большой антиамериканизм, да, то есть против США, что США во всем виноваты, почему у нас русские мужики спиваются, ну, блин, ну сколько можно? Эти американцы, они уже достали просто, ну, уже сил нет просто, да, то есть, я шучу, конечно, но, то есть у нас вот очень много и проблемы российские, то есть они как-то валятся на американцев, в моем представлении, я не хочу ни с кем на этот счет спорить, не хочу никого задеть, ни в коем случае, нет, но лично у меня есть представление о том, что зачастую очень много чисто российских проблем, которые имеют чисто русские корни, они, есть задача списать на американцев. Почему у нас проблемы с экономикой? Ну, эти американцы, блин, ну, они опять обвалили эту нефть, ну, сколько можно, блин, ну, что они делают? Ты посмотри, уже 40 долларов за баррель, так сказать, это все американцы подлые делают. Люди забывают о том, что американцы сами же, так сказать, эти 40 долларов и получают, так же, как если они там покупают или производят эту нефть, допустим, да. Если у нас какие-то другие проблемы, то у нас тоже, если у нас проблемы там с эмбарго на продукты, то это тоже виноват американцы, мы им пытаемся отомстить и так далее. Не хочу, еще раз говорю, спорить на эту тему, стараюсь деликатно обходить эти вопросы, но я считаю, что на сегодняшний день в России вот эта пропаганда антиамериканская, она сводится к тому, чтобы списать свои собственные проблемы, чтобы народ не повернулся к президенту страны, и сказал, слушай, а почему у нас вот это плохо? А почему у нас ужасно вот это? Почему у нас такое безобразное образование? А почему у нас нет медицины? Почему у нас нет экономики? Ну так это же американцы все, ну ты что, не понимаешь, что ли? Ну как ты не понимаешь? Это же все американцы, это Барак Обама, если бы мы вот так бы все жили бы. И под эту дудочку, так сказать, оно, в общем, списывается, у нас все хорошо, мы бы вообще бы прекрасно жили, если бы не эти американцы, черт бы их побрал бы, понимаете? Мы, когда живем здесь в Канаде, и Америка у меня в часе езды, мы, в общем-то, смотрим на нее немножко иначе, может быть, мне что-то не нравится в Америке, но я думаю, что мы смотрим на нее, как мне кажется, более объективно. По крайней мере, демонизировать США, на мой взгляд, не стоит. Маленькая, я имею в виду, по населению Канада, Америка не собирается, насколько я понимаю, нас захватывать, она не пытается захватить Мексику там или еще что-то такое. То есть это все вещи достаточно придуманные. Поэтому люди, когда вот касаются политики, многие из нас, мы уже становимся канадцами, мы стараемся быть в этом вопросе деликатнее, потому что ты, опять же, не знаешь, с кем ты разговариваешь. Опять же, в отношении политики, как вы знаете, был и есть и продолжается российско-украинский конфликт, и очень многие люди стараются сторониться этой темой, потому что ты никогда не знаешь, с кем ты говоришь. Наша община, как я однажды говорил, она раскололась. В моем представлении у меня сложилось впечатление, что подавляющее большинство людей России в этом вопросе не поддерживает. Я имею в виду, говорю про русскую общину, конечно. В украинской понятно, что там в этом смысле такое достаточно монолитное отношение. Поэтому я, например, вижу, что большинство людей старается этих разговоров избегать, и мы как-то были недавно в компании, где когда только начался этот вопрос подниматься, мы сразу договорились о том, что мы говорить на эту тему не будем, потому что люди находятся с разным мнением в этом коллективе, и непонятно, что это даст. Но мы пришли посидеть, поулыбаться, поговорить, обсудить какие-то вещи. Ну что, мы сейчас начнем ругаться, а зачем нам это нужно? Тем более, что от нас это, в общем-то, по большому счету никак не зависит. Недавно, например, я видел такую ситуацию, когда человек свежий в стране, он буквально там месяц без малого, он как бы увидев человека, который живет в стране достаточно долго, он подошел и сразу сказал, ты вот скажи мне конкретно, какое твое отношение к Крыму? Я хочу знать, вот ты мне скажи, что ты думаешь про Крым? Ну и поскольку человек был в стране достаточно давно, он не очень хотел влезать в какую-то, видимо, дискуссию, он сказал, ты знаешь, я пока еще не решил, я вот как бы обдумываю, я прислушаюсь. Ну как, подожди, ну твои друзья-то, они же тоже обсуждают? Они же тебе что-то говорят? Да, мои друзья говорят, я слушаю, я вот тех послушал, они говорят разные. Тот друг мне вот это говорит, этот друг мне вот это говорит. Ну хорошо, вот они тебе говорят, а что ты решил-то в итоге? Да ничего я не решил, я вот пока прислушиваюсь, понимаете? То есть это было очень забавно наблюдать, что человек ни в какую не хотел идти в этот разговор, потому что дома я сяду с женой, мы обсудим, если нужно. У меня есть друзья, товарищи близкие, которым я могу этот вопрос обсудить, но я не хочу идти на улице с кем-то там сталкиваться лбами, колотиться, я не понимаю, что это дает. Я на сегодняшний день уже придерживаюсь, наверное, той же самой позиции. Плюс надо понимать о том, что люди, которые живут много лет в стране, как я, например, мы становимся очень толерантны, мы оканадиваемся, понимаете? Мы становимся толерантными. Если ты со мной не согласен, it's okay, никакой проблемы нет. Я тебе могу сказать аккуратно, с твоей точкой зрения, но если ты собираешься лбиться, так сказать, со мной лбами и доказывать, что я там категорически не прав, я не стану с тобой спорить. Пожалуйста, ты скажи свою точку зрения, либо я тебе скажу свою точку зрения и дальше, либо я просто промолчу, но я не думаю, что нам стоит из-за этого, как бы, спориться. Продолжение следует... Продолжение следует...